Взрывчатка всех мастей, детонаторы, патроны и оружие. Все это должны уметь распознать сотрудники службы безопасности. С помощью металлодетектора обнаруживают пистолеты и ножи. Интроскоп позволяет увидеть содержимое багажа и найти опасное вещество. Их люди провозят в приборах, которые на первый взгляд не вызывают подозрений. Фотоаппараты, бритвы и фены. На этой выставке только муляжи. На них тренируются те, на кого в дальнейшем ложится огромная ответственность не пустить террористов в людные места. На заседании Совета ректоров речь шла о профилактике терроризма. В регионе около 11 тысяч студентов. Все они активные участники массовых событий. Беседы с молодежью проводят регулярно. Главное научить студентов быть бдительными. Проводились такие эксперименты. Заезжал автомобиль. У него в кузове видно лежит, но взрыв опасный предмет, большой. Автомобиль заезжает на территорию, допустим, в кузов и стоит. К нему завезли, даже никто не подходит. Осторожно должна быть у всего населения. Потому что, к сожалению, мы живем в очень непростом мире. Особое внимание безопасности этой весной. С апреля люди начнут массово собираться в скверах, парках и на городских улицах. В Самаре стартует большая уборка. На нее привлекут и студенчество. В этом году общественность сможет поучаствовать и в преображении исторических зданий, расположенных на туристическом маршруте. Людям предлагают покрасить фасады деревянных домов. Считаю, что оптимальным вариантом является такая организация работы, когда жители включаются в общественные процессы осознанно, добровольно, а не по принуждению. Для этого нужно дать людям стимул для участия в субботниках. В этом году мы подготовили предложение по проведению месячника в новой форме. За активное участие в мероприятиях месячника жители, в зависимости от возрастной категории, будут получать поощрение. Нужно обратиться к людям и в каком-то смысле попросить действительно, чтобы они вышли и навели порядок. В своем дворе, на своей улице. Без участия каждого жителя, без участия общественности, в самом широком понимании, сделать это практически невозможно. Самарская молодежь с предложениями главы города согласна. В генеральной уборке города студенты участвуют каждый год. На этот раз тоже намерена выйти на субботник. Устраивать субботники – это правильно, потому что мы должны заботиться о чистоте нашего города. И, конечно, я раньше выходила на субботники, убирала все, весь мусор, выгребали все листья. И, конечно, я с удовольствием вышла еще раз помочь городу приобрести чистоту. Дивиз «Большой весенней чистки» – поработал. Отдохни, те, кто отличится в этом году на субботниках, получат в подарок билеты в театры и музеи. Наградой за чистоту станут и сувениры – термосы, майки, кружки. Активистам постарше подарят саженцы и цветочную рассаду. Также будет проводиться конкурс на лучшие фото субботника, за победу в котором также предусмотрены призы. 22 апреля на уборку выйдет весь город, а по окончании «Большого субботника» на площади Куйбышева состоится концерт. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.